Это восьмые по счету парламентские выборы в истории независимого Казахстана. С 7 утра по местному времени во всех регионах страны и городах республиканского значения открылись без малого 10 тысяч избирательных участков. Для тех же, кто в это время находился за рубежом, работали 66 пунктов голосования в 53 странах мира. Самые первые сегодня проголосовала студентка из Казахстана Аделина Алпамыс. Она учится в Южной Корее и пришла на самый восточный избирательный участок, развернутый в посольстве Казахстана в Сеуле, раньше всех остальных соотечественников. Да, я слежу за политической жизнью как Казахстана, так и Южной Кореи. Но сейчас особое внимание уделяю, конечно же, политической и международной жизни отношений Южной Кореи. Потому что я здесь нахожусь. И также я не забываю свою родину, потому что в 2019 году у нас сменился президент. И в Казахстане в последнее время очень быстрый темп развития идет. Я считаю, что в будущем мы тоже достигнем такого же развития, как в Корее. По данным Центра избиркома, к восьми вечера проголосовало уже 61% граждан, обладающих избирательным правом. Активнее всего голосовали в Североказахстанской, Жамбылской и Карагандинской областях. В столице свой гражданский долг, по последним данным ЦИК, исполнили 45% избирателей. А вот в Алматы процент явки традиционно самый низкий по стране – 30%. Впрочем, явка в целом была на высоком уровне. При этом международные наблюдатели отметили, что на избирательных участках не наблюдалось массового скопления людей. Понимая обстановку, граждане старались соблюдать санитарные нормы и не устраивать столботворение. Голосование прошло организованно, слаженно и спокойно. Выборы сейчас проходят в сложный период из-за пандемии. Но ЦИК приняла все меры предосторожности. Никаких проблем я не вижу. Все проходит по правилам. Граждане проходят в свободном порядке, получают свои бюллетени. А вот высокий процент явки молодежи на эти выборы международные наблюдатели отметили особо. Активность именно этой категории населения – показатель заинтересованности в политической жизни государства, говорят эксперты. Организована кабина для голосования для людей с ограниченными возможностями. Организована доставка бюллетеней и корзин для голосования тем, кто не может вообще прийти сюда, а на дом. Это, конечно, проделана огромнейшая работа. За нарушениями на избирательных участках следил и Центр непартийного наблюдения за выборами. До их начала эта структура подготовила больше 19 тысяч наблюдателей из числа Федерации профсоюзов, Гражданского альянса и неправительственных организаций, а также 276 иностранных наблюдателей, аккредитованных от четырех международных организаций и пяти зарубежных государств. Работа идет в полном штатном режиме. Как видите, в Центре у нас с каждым регионом конкретно идет связь. Есть вот здесь ребята, работники молодые, которые полностью отслеживают весь процесс. Что же касается столицы, то в главном городе страны сегодня работали 283 участка для голосования, которых в 20.00 посетили 45% местных жителей. Многие спешили проголосовать как можно раньше. В столь ранний час приехал, потому что отвез сына на избирательный участок. Он у меня участвует как волонтер. Ну, заодно, чтобы времени не терять, и решил проголосовать. У меня санитарные нормы на высшем уровне, все в масках. Кто регистрирует в защитных перчатках, масках и так далее, поэтому все на хорошем уровне. Больше всего избирательных участков по сравнению со всеми остальными городами страны сегодня работали в Алматы. 581 пункт для голосования. Каждый был оборудован всем необходимым для того, чтобы люди с ограниченными возможностями могли беспрепятственно отдать свой голос. Безбарьерная среда, тактильные доски, необходимое оборудование для слабослышащих. Каждый казахстанец должен голосовать за свое будущее. Кому голосовать? Они должны думать о будущем. Мы ждем изменений в лучшую сторону. В самом молодом городе страны на момент начала выборов было зарегистрировано порядка 109 тысяч граждан. Несмотря на статус областного центра, Туркестан все еще остается не самым большим населенным пунктом своего региона. Но это только начало истории новой жизни древнего города, говорят местные жители. Мне недавно исполнилось 18 лет. Я впервые проголосовал на выборах. Рад, что таким образом внес хоть небольшой, но вклад в развитие государства. Думаю, сегодня молодежь будет активна. Восточно-казахстанская область, несмотря на то, что регион был во власти погодного антициклона, уже с первых часов голосования попала в лидеры по проценту явки граждан на избирательной участке. Жители области не напугали ни сильный ветер, ни снежные бураны. Евгения Черкашина, мама 12 детей, пришла на свой избирательный участок одной из первых. Каждый из нас все равно ответственен за свое будущее, за свое будущее страны. Поэтому и я, и муж, и дети, и совершеннолетние, будут принимать участие в голосовании обязательно. Вообще важен каждый голос, потому что даже одно решение может привести в какую-либо сторону. Поэтому для будущего важны все голосы. В штатном режиме отработали эти выборы и все 312 избирательных участков самого теплого города страны. Житель Шымкента Азимхан Исабек стал первым, кто проголосовал на участке номер 101. Заполненный его рукой бюллетень упал ворну уже через минуту после официального старта голосования. Я не сомневаюсь, что выборы дадут новый импульс процветанию и развитию нашей страны. Приехав на избирательный участок номер 101 в Шымкенте, я сделал свой выбор как гражданин этой страны. Думаю, сегодня все граждане должны проявить активность. В родном Таразе на своем избирательном участке сегодня голосовала трехкратная чемпионка паралимпийских игр Зульфия Габидулина. И заодно проверяла, какие условия для людей с особыми потребностями созданы местными властями, от которых после выборов ждут поддержки больше 31 тысячи нуждающихся в особых условиях жизни. Выборы – важнейшее событие нашего Казахстана. И я жду, что наши депутаты приложат все усилия развитию и отметят положительные изменения в политическую жизнь Казахстана и нашей области. Андрею Кайраканову 95 лет. Ветеран Великой Отечественной войны за свою жизнь не пропустил ни одних выборов. Однако последние четыре года не может самостоятельно выходить на улицу. В этот раз ветеран проголосовал дома. Выбирать надо, как же. Это же всенародное дело. Так ведь мы избираем, надеемся, чтобы они работали более рентабельно, честно для народов. Решили не пренебрегать своим гражданским долгом и приняли участие в голосовании и эти столичные молодожены. Все торжества Фархад и Бутаго спланировали так, чтобы сначала проголосовать, а потом праздновать. Сегодня вдвойне важный день в нашей жизни. Наше первое совместное голосование. Я очень рад, что в такой знаменательный для нашей страны день образовалась наша семья. Были и избиратели, отличившиеся весьма своеобразной креативностью. Например, эта яркая пара ростовых плюшевых мишек пришла голосовать на избирательное участие в Караганде. Но до выборов их согласились допустить только при условии участия в них с открытым лицом. А уже в селе Толобке, Ракмолинской области, избиратели прибыли голосовать верхом на лошадях и в сопровождении собак породы тазы. Таким необычным способом они решили проявить чувство высокого патриотизма, говорят коневоды. Проголосовать наш гражданский долг. Это тоже по-своему праздник. Вот так символично, патриотично мы решили отдать свой голос. С друзьями на избирательный участок приехали верхом на лошадях. Дальше хотим немного прокатиться по полю. Этот созыв парламента будет седьмым по счету в истории Отечественного института парламентаризма. Выборы, начавшиеся в 7 утра по столичному времени и на час позже в западных регионах, продлились до 8 вечера по местному времени. И если первыми смогли проголосовать избиратели, оказавшиеся в этот день в восточных широтах, то последними проголосуют те казахстанцы, кто сейчас находится в западном полушарии. Кунсая Курмет, жетокон!